Каждая выставка 22 января у нас не случайная. И художники, которые показывают свои работы у нас, они в той или другой степени имеют отношение или к этому месту, или к отцу Александру. 16 лет нет рядом с нами Александра Мения, но его личность, его труды подоражат умы от года к году с невероятной энергией. Все больше и больше находятся людей, в чьих жизни отец Александр занимает важное место. Такими людьми оказалась и семья художников Ирины Зарон и Сергея Антонов. Отец Александр служил в церкви Сретене Господне в микрорайоне новой деревни города Пушкина. В своем приходе отец Александр и крестил всю семью художников незадолго до своей смерти. Мы художники, которые давно работают для церкви. С того самого начала 90-х годов. Все, что мы делали для церкви, тут частично представлено в этой витрине. Там есть какие-то фрагменты росписи и рельефов. А в основном это работы станковые, сделанные не для церкви, а для того, чтобы они выставлялись в выставочных залах. Ну вот мы их сюда привезли и представляем на суд наших дорогих сергиево-посадских зрителей. Я скульптор, у меня здесь представлены работы в камне, в бронзе, деревянные работы. Но подборок такой очень разнообразный. Мы, в общем, старались показать разные работы. С момента крещения у успешных светских художников кардинально поменялись ценностные ориентиры. Жизнь как будто началась с чистого листа. В качестве главного символа своего творчества Сергей выбрал крест, который так или иначе присутствует почти во всех его работах. Поклонные кресты с распятием созданы Сергеем для храмов Москвы, Подмосковья, а также Европы. Здесь нет никакой раздвоенности, никакого диссонанса. Здесь есть полная гармония между традицией, духовностью, верой и своим личным творчеством. И тем, что ты делаешь, и тем, что тебе заказывают. Мне кажется, это редчайший пример. Ирина начала писать иконы сразу после крещения. Работает художница в своей авторской технике. В качестве пигмента Ирина использует землю, песок из-под ног, тертый кирпич, глину. Именно поэтому у ее икон такие нестандартные, приглушенные, как бы размытые цветовые решения. Люди все с тем же рвением, с той же духовной жаждой, которая была и в начале нашей эры, пытаются найти ответы на вопрос, что такое счастье, что такое смысл жизни, что такое любовь. А вся загадка в том, что ответить на эти вопросы без Бога невозможно. И поэтому, когда люди видели отца Александра, проповедующего в Новой деревне, в Сретенском храме, или потом уже в конце 80-х в Домах культуры в Москве, они видели человека, который просто показывал им, что слова Христа, это не просто слова, что их можно воплотить в жизнь и превратить свою жизнь в свет и любовь. В Культурно-Просветительском центре Дубрава именно в день рождения Александра Мени попробовали новый формат проведения церемонии открытия экспозиции. Это своего рода даже не выставка, а творческая встреча с авторами. Я никогда в жизни не думала о том, чтобы как-то кого-то удивить. Вот мне даже задают вопросы, ну, по поводу икон. Вот как-то вы свою манеру вырабатывали, там что-то... Мне это, скажем, смешным кажется, что я ничего никогда в жизни не вырабатывала. Ну, вот, писала так, как я чувствую в соответствии с тем хождением в храм, каким-то приобщением, ну, к исповедите, к литургической жизни в храме. Никогда, главное, не было ни у меня, ни у Сергея, вот, осмелюсь так за него сказать, желание поразить, удивить, там, ну, я не знаю, как-то вот, что-то такое эдакое оригинальное создать. Все-таки, я думаю, надо вглубь идти, вглубь. И какие-то переживания серьезные, связанные с церковной жизнью, вот, жизнью литургической, с течением Евангелия, вот, с попыткой понять, понимаете, вот связь духа Евангелия, вот, как его восприняв как камертон некий в его простоте и в то же время в его аристократичности. Я не знаю, может быть, я что-то не совсем как-то ясно говорю, но, понимаете, и вот это сопрячь с тем, что мы видим в храме зрительно, и то, что мы слышим, когда поет хор, понимаете, чтобы это было едино. Жизнь таких людей, она, как правило, вообще опережает современность. После смерти Александра Мени, да, вся страна узнала вообще его подвижничество и его, то, к чему он стремился и к чему он пытался привести людей. То есть, вот, поэтому эта любовь, наверное, и художников, которые эту выставку организовали, да, которые эту выставку проводят, показывают, вот он их, наверное, тоже на эту любовь исподвиг своим трудом, своей жизнью. То, что здесь происходит, это соединение духовности и творческого начала художника. Вот знаете, да, вот такое вот пересечение, вот такой вот перекресток. Как это сочетается? Как сочетается религиозное начало и современное искусство, скажем так. Это очень важно. И очень важно, чтобы они не спорили, а сочетались, что происходило обновление. Но это обновление было в пользу какого-то духовного насыщения. Мне кажется, вот про это, про это жил человек, которого мы сегодня вспоминаем. Я совершенно уверена в том, что он, во-первых, гениальный человек, одаренный во мной, он и рисовал, и актерский был талант, совершенно потрясающий, ораторский, и как ученый. Это такой столб огненной энергии вокруг него был. И к нему так просто не подойдешь. Вот. В общем, это, конечно, совершенно невероятный заряд духовности, свободы, настоящего истинного христианства. Вот то, что можно сказать. Свободы и радости в христианстве. По окончании церемонии открытия выставки Сергея Антонова и Ирины Зарун живописи скульптурно-евангельские сюжеты в Большом зале КПЦ «Дубрава» прошел концерт ко дню рождения претерии Александра Мене с участием солистов филармонии «Дубрава» и лауреатов международных конкурсов. Заведующий научно-просветительским отделом культурно-просветительского центра Олег Устинов под музыкальное сопровождение прочел несколько отрывков из книги о жизни отца Александра. Воистину, есть только один великий грех у человека – утрата связи с собственной глубиной. Все существо Алика наполнялось от этих мыслей несокрушаемой силой. Выставка Сергея Антонова и Ирины Зарун живописи скульптурно-евангельские сюжеты продлится до 28 февраля. Вход свободный. Ирина Собойло, Михаил Жучков, День города.